Всем привет, с вами снова Доктор Мэдди, и сегодня мы проанализируем аниме Берсерк. Итак, сначала у нас идет сцена с введением иглы в тело Гриффита, при этом мучитель старается избегать всех жизненно важных структур, таких как сердце, легкие, кишечник и все крупные кровеносные сосуды. Что интересно, нередко врачи или люди с наибольшим количеством медицинских знаний в итоге становились мучителями. Видите ли, их понимание человеческого тела позволяло им причинять наибольшую боль, сохраняя при этом жизнь. И тот факт, что Гриффит был сильным молодым человеком, который побывал в нескольких битвах и получил несколько ранений, означало, что он сможет выдержать все пытки на его теле. На заднем плане темницы мы видим другие пыточные устройства, такие как устройство Железная Дева. Если честно, я не могу поверить, что такие пыточные устройства существуют. Можно подумать, что это вещи из кошмаров. Далее Гриффит подвергается новому виду пыток. И это действительно ужасно. Вы не только чувствуете боль от раскаленного штыря, но вы также слышите и чувствуете, как ваша плоть плавится, добавляя еще один психологический компонент этой формы пытки. И для такого человека, как Гриффит, который использовал свою внешность, чтобы завоевывать дам, а время от времени мужчин, новые шрамы и уродства на теле являются непосредственной атакой на его собственную гордость. И снова эффективность такого рода пыток действительно сводится к тому, кто их применяет. Например, в зависимости от силы, давления и времени, в течение которого штырь остается на коже, будет определяться тяжесть ожога. И это очень важно, так как если штыри остаются на коже слишком долго, то можно сжечь все нервные окончания, находящиеся в коже, что сделает эту форму пытки бесполезной. Здесь мы видим, что Гриффит начал сомневаться в том, что он все еще здравомыслит. Он подвергся различным формам как физических, так и психологических пыток. Каковы же последствия от такого рода сенсорной депривации? Есть такая форма пыток, известная как пытка в белой комнате, когда жертву помещают в звуконепроницаемую белую камеру с целью лишить всех чувств. Там даже кормят белой едой. Эффект от этой формы пыток на самом деле довольно хорошо задокументирован. Насколько я помню, подобная пытка приводит к определенному уровню деперсонализации, когда в изоляции люди теряют чувство идентичности. Другими зарегистрированными последствиями были галлюцинации и психоз, при которых вы больше не в состоянии определить, что есть реальность, и похоже, что Гриффит достиг этой стадии. Итак, если бы я ничего не знал об аниме Берсерк и увидел бы эту сцену, я бы сказал, что Гриффит становится психом. Это означает, что вы можете видеть вещи или слышать то, чего нет, или вы можете верить в то, что просто не существует и не способны убедить себя в обратном. Но давайте попробуем взглянуть на это с точки зрения реальной жизни. Что именно в пытках может привести к психозу? Мы знаем, что во время травмы запускается повышенная реакция на стресс, что приводит к выбросу гормонов стресса, таких как кортизол, а длительное воздействие гормонов стресса может изменить как структуру, так и функции мозга, что приведет к возникновению психоза. Также было обнаружено, что люди, пережившие пытки, могут выработать дезадаптивные стратегии преодоления. Они могут включать в себя такие вещи, как диссоциация или создание альтернативной реальности, чтобы лучше справиться со стрессовой ситуацией. Именно эти стратегии преодоления, которые хоть и являются адаптивными, в краткосрочной перспективе могут способствовать формированию психотических симптомов. Здесь мы действительно видим нарциссические черты Гриффита. Он винит Гатца в своем пленении, вместо того, чтобы принять и признать, что это результат его поведения и действий. Гриффит всегда хотел быть человеком свыше, отдающим приказы, и беспокоившимся о своих подчиненных. И после того, как он потерпел поражение, он действовал импульсивно, желая проявить себя и восстановить свой контроль. Он сделал это, переспав с принцессой, что в конечном итоге и привело к его поимке. Возможно, именно его нарциссизм и позволил ему выжить в этом испытании, когда другие мужчины не смогли. Мы, наконец, видим состояние тела Гриффита, и оно выглядит как остаточная оболочка человека, которым он когда-то был. Когда у вас совсем нет подкожного жира, то есть у вас больше нет прокладки между вашими костями и внешне окружающей средой, это может сделать сидение или даже лежание очень болезненным. И если в таком состоянии вы долгое время находитесь в неподвижности, это может привести к развитию пролежней. Кожа начнет разрушаться, инфицироваться. Это приведет к дальнейшей потере ткани, превращая вас в аппетитную пищу для паразитов и крыс, живущих в этом подземелье. Я предполагаю, что мучитель перерезал ему сухожилия, чтобы он не смог сбежать, что еще больше усиливает ужас ситуации, когда не только твое тело изуродовано, но и у вас нет никаких средств защититься. К сожалению, это сухожилие нельзя просто прикрепить заново и сразу восстановить его функциональность. Как только они были разрезаны, у вас действительно есть время на их восстановление. Время идет на минуты. Если не прикрепить их в кратчайшие сроки, то ткань погибнет и начнет гнить. Язык удаляют чаще всего для того, чтобы человек не смог потом рассказать, с какими пытками ему пришлось столкнуться в плену. Однако в случае с Гриффитом, насколько я помню, язык удалили из-за того, что он постоянно насмехался над королем. И чтобы помочь мятежнику замолчать, его сделали немым. Уверен, если бы он молчал, то вполне бы легко отделался. Думаю, что в качестве насмешки они сохранили эту маску на лице Гриффита с тех времен, когда он был лидером группы Ястребов. И судя по тем наброскам, что я видел, как Гриффит выглядит под маской, я не удивлен, что Гац так шокирован. Он выглядит как совершенно другой человек с множественными рваными ранами на лице, у которого нет живого места с плотью. Эта маска напоминает мне о методе пыток, который использовался в Средневековье, под названием маска позора. Он предназначался в основном для женщин, которые, как считалось, нарушали мир или были откровенны. Эта форма наказания служила для того, чтобы удержать других женщин от совершения подобных поступков. С подобным шлемом невозможно достичь даже минимального уровня комфорта. Представьте себе, что его придется носить целый год. И ночью, и днем, и даже когда вы ложитесь спать. Тебя встречает только холодная сталь на голове, а не мягкая подушка. С этой попыткой задушить Гатса мы видим, насколько слабым стал Гриффит. Это связано отчасти с недоеданием, а также с тем, что ему тяжело двигаться. Исследования показали, что вы теряете до 6% мышечной массы за каждую неделю, которую вы остаетесь неподвижным. Поэтому за год пребывания Гриффита неподвижным в этом подземелье он, вероятно, потерял до 90% своей мышечной массы. Другое дело, насколько хрупкими стали остальные части его тела, например, его кости. Очевидно, он заработал остеопороз, при котором ваши кости становятся очень хрупкими. Как следствие, возрастает риск переломов, особенно от незначительных ударов. Даже просто сидя на полу, у вас может не хватить сил встать. Судя по тому, что я читал, поправьте меня, если я не прав, Гриффит подвергался и другим формам пыток, в частности, сдиранию ногтей и различным сексуальным увечиям. Это эффективная форма пытки в том, что у вас есть множество сенсорных нервных волокон, которые идут к вашим кончикам пальцев, чтобы дать вам чувство осязания. Конечно, эти нервные волокна защищены вашими твердыми ногтями, но если они удалены, то сенсорные волокна становятся уязвимы. После их удаления потребуется около 6 месяцев, чтобы отрастить их заново, и тот, кто вас пытает, сможет подвергнуть вас этой боли еще раз. Любой, кто подвергает кого-то такому количеству калечащих операций, действительно заслуживает ужасного конца. И хотя Гац эффектно расправился с ним, это случилось довольно быстро и поэтому милосердно. А что вы думаете на этот счет, народ? Итак, мы выяснили, что Гриффит подвергался самым ужасным физическим пыткам, достаточным, чтобы довести его до грани рассудка. И вот он осознает и видит, что женщина, которая раньше ждала каждого его слова, теперь влюбилась в Гацца, в того, кого он винит в своих нынешних обстоятельствах. На протяжении всего сериала мы видим, насколько он самолюбив, и когда его личный имидж разрушен после поражения от Гацца, он все еще имеет на своей стороне верных соотечественников. Но теперь, когда он видит отсутствие привязанности от женщины, которая, как предполагалось, будет его навеки, это лишь усугубило деперсонализацию и потерю идентичности, о которых мы говорили ранее. Интересно, что Гриффит галлюцинирует, видя себя в своей идеальной форме, стоящего во весь рост перед физическими пытками. Это заставляет задуматься, не впал ли он в одно из этих диссоциативных состояний, когда, чтобы лучше справиться со своей ситуацией, он мысленно отделил себя от окружающего мира, избегая травмы своей реальности. Это все равно позволило бы Гриффиту иметь чувство превосходства, которое является чертой, присущей всем нарциссам. Как только он восстановит свою жажду жизни и стремление преследовать свою мечту, реальность рушится. А то, как он падает с лошадиной повозки, приземляясь и ломая руку, показывает, насколько он стал хрупким. Такая травма – болезненное напоминание об ограничениях его нового хрупкого тела, которое разрушает его бредовые мысли о том, что он сможет однажды вновь достичь величия. Не имея ничего, ради чего стоило бы жить, и с осознанием того, во что он превратился, ничего не остается, кроме как смеяться. Он полностью сломлен, как физически, так и эмоционально, и психологически. Пытки, которым он подвергался, наконец, сказались. Гриффит не хочет ничего, кроме смерти, чтобы прекратить свои страдания. И мы видим, как он движется к зазубренной скале, чтобы попытаться покончить с собой. Но даже это ему не удается. Вы видите, одну из худших вещей в пытках – это то, как они дегуманизируют человека и разрушают каждый компонент его бытия. В случае Гриффита превращают его в сосуд, который в дальнейшем не будет содержать ничего человеческого. Итак, народ, если вы хотите, чтобы я проанализировал другие отрывки из аниме Берсер, например, зимнюю тренировку Гатса или эпизод с затмением, просто дайте мне знать. В любом случае, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...